МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это череп судьбы. Одна из величайших загадок человечества, разгадать которую ученые пытаются уже больше ста лет. Череп судьбы – это точная копия женского черепа, сделанная из цельного куска горного хрусталя. Но самая удивительная поверхность черепа настолько ровная и гладкая, что на ней не видно никаких следов обработки, даже под самым мощным микроскопом. И это при том, что хрустальный череп был сделан больше 4 тысяч лет назад. Но кто мог его сделать? У людей, которые жили на нашей планете 4 тысячи лет назад, не было никакой техники, ни суперсовременных лазеров, ни шлифовальных машин, ни даже простейших станков. Поэтому большинство исследователей уверены, хрустальный череп судьбы сделали вовсе не люди, а представители неизвестной, но очень развитой цивилизации. Череп судьбы обнаружил археолог Фредерик Митчелл Хеджес в 1927 году. Вот в этом древнем городе Лубантун. Он находился на территории Центральной Америки в маленьком государстве Белиз. Необычная археологическая находка сразу же стала настоящей сенсацией. В Лубантун начали съезжаться самые известные на планете археологи, геологи и антропологи. После исследований почвы, древних построек, остатков орудий труда и посуды, они выдвинули гипотезу. Хрустальный череп судьбы сделали представители племени майя, которые в древности жили в Лубантуне. Для этого они использовали какую-то особую технологию шлифовки. Ее же они применяли, когда делали статуэтки и посуду из камня. Сначала они выдалбливали нужную форму, а затем шлифовали ее, чтобы сгладить углы. Именно так, по мнению некоторых ученых, был сделан и хрустальный череп судьбы. Возможно, единственный только способ обработки, это только абразивным порошком, как таковым. Ну, то есть это берется кусок горного хрусталя и педантично, по средним подсчетам, в течение 150 лет, для того, чтобы сделать этот череп, надо его как наждачной шкуркой современной обрабатывать. Это единственный способ. Но как майя могли сделать череп судьбой вручную? Ведь хрусталь – очень плотный материал. В шкале твердости минералов он стоит почти на самом верху. Его плотность 7 по 10-бальной шкале. Тверже хрусталя только топаз и алмаз. И чтобы идеально отшлифовать хрустальный череп, мастерам индейского племени майя потребовались бы именно эти минералы. Но у майя их не было. Это научно доказанный факт. Ученым не удалось найти ни одного месторождения алмазов или топазов в тех местах, где жили их племена. Череп и материал, из которого изготовлен череп, достаточно прочный. И нужно именно при обработке использовать либо алмазные инструменты, либо истопазы, обладающие степенью прочности больше, чем горный хрусталь. Но подобных инструментов у майя не было. Но даже если предположить, что редкие минералы у племени майя все-таки были, то все равно им было бы не под силу изготовить хрустальный череп вручную. Это практически невозможно. Ведь на это пришлось бы потратить не меньше трехсот лет. За это время сменилось бы несколько поколений мастеров, которые работали над созданием уникального черепа. Неужели ни один из них ни разу не ошибся и неосторожным движением не сколол хоть маленький кусочек хрусталя? Как такое возможно? Ведь горный хрусталь очень хрупкий, его легко повредить. Тем более при обработке такого массивного куска весом в пять килограммов. Ну, отшлифовать еще сто лет назад никто не мог такой череп, как Митчел Хеджес. И сейчас его невозможно отшлифовать, потому что из-за этого сростка трех разных элементов этого хрусталя он мгновенно рассыпется на части. Ну, вот тем не менее, ученые предпочитают о шлифовке серьезно не говорить. Ну, шлифовка, ее всегда можно поделать и выдать современную шлифовку за древнюю. Несколько лет назад ученые решили провести эксперимент и сделать абсолютную копию хрустального черепа. Для этого они взяли кусок горного хрусталя весом в пять килограммов, точно такой же, из которого был изготовлен загадочный череп судьбы, и придали ему форму по параметрам, точно повторяющую размеры древней находки. Затем сделали глазницы, челюсть, зубы, а в конце обработали череп лазером и отшлифовали его на специальном станке. Получилась точная копия древней находки. Но когда оба хрустальных черепа отдали на экспертизу, выяснилось, древний череп сделан намного лучше. На нем совсем незаметны следы шлифовки. В отличие от подделки, изготовленной на специальном станке, у которой четко просматриваются следы лазерной обработки. Они видны на микроуровне. То есть, если посмотреть поверхность черепа, например, под микроскопом, даже если после шлифования идет полировка поверхности, то, в общем-то, кстати, тоже технологическая полировка, потому что сделать вручную – это достаточно сложно. Тоже применяются специальные абразивные пасты, скажем, полировочные. Применяются станки, которые на больших скоростях вращают полировочные диски. То все равно остаются своего рода микроцарапинки. Но как такое возможно? Как индейцы, у которых даже не было колеса, могли изготовить такой идеальный хрустальный череп? Откуда у племени майя взялись технологии, которых нет даже сегодня? Некоторые исследователи считают, все дело в том, что древние майя общались с внеземными цивилизациями. Они общались с пришельцами, скорее всего, не напрямую, а с помощью хрустальных черепов, подобных приборов. Правда, на одном из древних каменных барельефов я обнаружил изображение инопланетянки. Это очень красивая женщина. Вот, у нее шесть пальцев. В руке она держит очень странный прибор, который напоминает с одной стороны геттофона, другой переносной компьютер. В доказательство того, что у майя действительно были контакты с внеземными цивилизациями, исследователи приводят еще один артефакт. Его обнаружили во время археологических раскопок в древнем городе Поленке, который находится недалеко от того места, где был найден загадочный череп судьбы. Вот он. Это мумия древнего существа. Она хранилась в так называемом храме надписей, в специальной гробнице. Поначалу археологи думали, что это знатный представитель племени майя, возможно, даже правитель. Но исследования показали, странное существо сильно отличается от всех своих соплеменников. Его зубы не окрашены в красный цвет, как у любой мумии знатного представителя майя. К тому же на лице у него специальная маска, изготовленная из кусочков полудрагоценного камня. Такие маски ни разу не обнаруживали при раскопках городов майя. Но самое поразительное – это рост существа. Он больше двух с половиной метров. А это почти на целый метр больше, чем рост среднего представителя племени. Он действительно очень сильно отличался от местных жителей. Для справки, там, у, скажем, некрасивое слово, ну, по-другому не скажешь, чистокровных индейцев, у них борода не растет, а описание этого божества везде с бородой идет. И внешность, как сказал кроманьонс, это европейская внешность. Исследователи считают, мумия необычного существа и есть представитель инопланетной цивилизации. Возможно, именно он подарил индейцам майя уникальные технологии, с помощью которых они создали идеальный хрустальный череп. Это делали какие-то другие существа, вернее, с применением технологий других существ. Другими существами, я считаю, могут только быть космические пришельцы. Об этом всегда, кстати, и говорили и майя, и инки, и альмеки о том, что есть небесные боги, веракочи, которые их учили своим знаниям. Ученые-антропологи в инопланетную версию не верят совсем. Они считают, странное существо – это всего лишь мутант, страдавший каким-нибудь необычным генетическим заболеванием. Ведь мутации происходили во все времена, причем в разных местах нашей планеты. Возможно, это действительно так. И странная мумия – обычный представитель племени майя, гены которого мутировали по неизвестной причине. Но тогда как объяснить странный рисунок на верхней плите древней гробницы, на котором изображен космический аппарат? Вот посмотрите. Носовая часть корабля сделана в виде обтекаемой формы, как у современных ракет. Внутри него сидит космонавт и держится за рычаги управления. На голове у него шлем с дыхательной трубкой. Но самое удивительное – в хвостовой части этого космического корабля изображен огненный след. Точно такой же след бывает при запуске современных ракет с реактивными двигателями. По мнению исследователей, этот рисунок – не что иное, как инструкция по управлению космическим кораблем, которую подарил племени майя погибший инопланетный пришелец. Такая же поза, как обычно бывает у космонавтов, которые находятся за пультом космического корабля. Я даже привел фотографию космонавта в точно такой же наклоненной позе. Руки его находятся, якобы обнимают ручки штурвала. Под ним находится кресло катапульта, очень сложное по конструкции. А сзади, уже вне этой капсулы, вырываются из дюз струи огня. Свидетельством того, что инопланетные цивилизации и в самом деле могли посещать континенты Америки, исследователи считают и камни Ики. Их тоже нашли неподалеку от тех мест, где жили эти индейские племена. Вот они. Первым эти удивительные камни обнаружил ученый Хавьер Кабрера. В 1966 году, за полвека археологических раскопок, ему удалось собрать целую коллекцию из нескольких тысяч таких камней. Все они разные по размеру и даже немного отличаются по цвету. Но их объединяют странные изображения. На черном фоне словно вырезаны рисунки, причем по цвету они светлее самих камней. Черные гладкие камни, на которых выцарапаны очень странные картины. картины и узоры. На некоторых из них видны динозавры, животные типа саблезубых тигров, мамонты. Обнаружены, показаны сцены, которые просто невозможны. Какие-то хирургические операции, очень сложные. Но самое невероятное – это смысл изображений. На камнях выполнены рисунки на одну тему, которые, выстраиваясь в строгой последовательности, словно раскрывают какой-то сюжет. Например, хирургическую операцию. На нескольких камнях изображен хирург, который использует современные инструменты – скальпель, зажим, иглу и даже нечто напоминающее рентгеновский аппарат. Но как древние майя могли изобразить на камнях то, чего у них никогда не было? Я верю, что такие знания были переданы, они были необходимы человечеству для выживания. И то, что они находятся среди рисунков этих камней Ики, меня ничуть не удивляет. Исследователи считают, камни Ики – это настоящее учебное пособие. И создали его представители внеземных цивилизаций. С помощью этих камней они пытались научить древних людей проводить хирургические операции. Именно поэтому изображения на камнях складываются в настоящие сюжеты. Если вот так эти камни разложить, они действительно выстраиваются в некую историческую летопись. Потому что на них изображены современные операции, на них изображены какие-то технические средства, на них потом изображены и летательные аппараты, чего, естественно, собственно говоря, не было в те времена, ну, по мнению современной науки. А вот на этих кадрах, по мнению исследователей, космодром, на который приземлялись космические аппараты представителей других планет. Находится он в пустыне Наска, на юге Перу. Эта пустыня буквально исчерчена странными линиями. Вот так они выглядят с высоты птичьего полета. Их десятки и даже сотни. Мало того, в некоторых местах эти линии изображают гигантских животных. Обезьян, ящериц и даже собак. И все эти изображения расположены в строгой последовательности, параллельно друг к другу. По мнению исследователей, именно внеземные цивилизации создали рисунки на плато Наска. Линии – это следы от посадки космических звездолетов. А фигуры животных – это своеобразные маяки, по которым ориентировались инопланетные астронавты, подлетая к Земле. Ровные линии на плато Наска – это типа взлетно-посадочных полос. А знаки являются как бы такими знаками, которые говорят о том, что вот это и есть аэродром. В том, что пустыня Наска – настоящий космодром, исследователи внеземных цивилизаций сегодня практически не сомневаются. А всем, кто не верит в эту теорию, они показывают наскальный рисунок, обнаруженный совсем недавно. На нем, по их мнению, изображен космонавт. Шлем, в нем якобы виден какой-то шланг, который тянется ему за спину. Он находится немножко в стороне от основного набора фигур, где-то среди холмов. И действительно, при первом взгляде есть ощущение, что это человек в скафандре, потому что на голове находится вот такая сфера фактически. Но зачем гостям из космоса, которые умеют путешествовать по Вселенной, создавать такие рисунки, да еще и использовать их в качестве взлетно-посадочных маяков? Ведь у них должны быть супермощные летательные аппараты, оснащенные фантастической техникой. К тому же, если инопланетные цивилизации и в самом деле общались с нашими предками, то почему они не общаются с нами сейчас? Почему не выходят на связь? Ведь уже больше 50 лет астрофизики нашей планеты пытаются наладить контакт с представителями инопланетных цивилизаций. Карибское море, остров Пуэрто-Рико. Именно здесь, в пригороде Аресиба, находится самый большой и мощный на сегодняшний день радиотелескоп. Он был создан специально для того, чтобы реализовать уникальный проект по поиску внеземных цивилизаций — сетей. В эту программу входят почти все обсерватории, которые есть на нашей планете. Причем одни сканируют космос, пытаясь уловить незнакомые радиосигналы и послания от инопланетных цивилизаций, а другие, наоборот, отправляют послания землян, пытаясь наладить с внеземным разумом межгалактическое общение. Обсерватория Аресиба в этом отношении уникальна, ведь она способна и принимать, и отправлять сигналы в космос. Это редкие кадры. 16 ноября 1974 года. Обсерватория Аресиба отправляет послание в созвездие Геркулес. Именно там, по мнению американских ученых, и должна находиться внеземная цивилизация. В послании для нее астрономы зашифровали главные сведения о нашей планете. Внешний вид человека, строение молекулы ДНК, формулы некоторых химических элементов и обсерваторию Аресиба, с которой был отправлен сигнал. Сеанс радиосвязи на станции Аресиба длился всего несколько секунд, и послания до адресатов пока не дошло. В пункт назначения созвездия Геркулес оно дойдет только через 25 тысяч световых лет. Этот сигнал будет идти очень долго. Ответ на него человечество получит только через 50 тысяч световых лет. Невозможно представить, насколько это долго. Наша планета и вся цивилизация может сильно измениться за это время. Если инопланетные цивилизации действительно общались с древними майя, то почему же они не выходят на контакт сейчас? Почему молчат в ответ на послания Земли? Ведь за все время существования проекта по поиску внеземного разума в космос было отправлено несколько тысяч сообщений. Но до сих пор ученые не получили ни ответа на них, ни даже сигнала о том, что хоть одно послание было получено. Многие исследователи считают, ответов на наши послания нет, потому что отвечать просто некому. Человек одинок во Вселенной. А значит, древние майя с внеземным разумом не общались. А все необыкновенные технологии, если они все-таки были, достались им от другой, еще более древней цивилизации, от атлантов. Цивилизация имела вид, наверное, Греции периода где-то 4-6 веков. По нашим расчетам, численность населения Атлантиды могла составлять, если верить Платону, около 6 миллионов. Это вполне такая реальная цифра. Долгое время считалось, что существование древней цивилизации атлантов всего лишь красивый миф. Так было до тех пор, пока археологи не сделали удивительное открытие. Вот оно. Это остров Бимини, который находится в Атлантическом океане. Здесь, недалеко от берега, на глубине всего 6 метров, ученые обнаружили подводные руины древней гавани, которая погибла только, представьте, 12 тысяч лет назад. По мнению исследователей, это и есть легендарная Атлантида. В 1968 году американский археолог Джозеф Мэнсон Валентайн во время изучения острова Бимини обнаружил под водой необычные каменные возвышенности. В ходе тщательного исследования выяснилось, возвышенности представляют собой целый комплекс подводных сооружений, и созданы они, скорее всего, человеком. Открытие сразу же стало сенсацией. Но когда ученым удалось установить возраст находки, ее стали называть не иначе, как открытием века. Оказалось, приблизительный возраст подводных руин 12 тысяч лет. Ровно столько времени прошло с тех пор, как погибла Атлантида, легендарная цивилизация, о которой писал еще древнегреческий философ Платон. Атлантида была одна из древних процивилизаций, которая являлась прародительницей всего человечества. Она впервые упомянута в диалогах Платона, Тиме и Критии. Она располагалась, согласно указаниям Платона, рядом с геркулесовыми столпами в районе Атлантики. Вот это место исследователи назвали Дорогой Бимини. Огромные каменные плиты правильной геометрической формы аккуратно уложены на дне океана. По форме вся конструкция напоминает широкую мостовую, протяженность которой почти 150 метров. Большинство каменных плит тщательно отшлифованы и плотно подогнаны друг к другу. По мнению исследователей, 12 тысяч лет назад на этом месте могла находиться гавань. Благодаря компьютерному моделированию им удалось воссоздать ее первоначальный облик. Выглядела гавань приблизительно так. Вдоль берега располагались причалы для швартовки судов, где осуществлялась погрузка и выгрузка пассажиров и товаров. Скорее всего это был крупный торговый порт Древней Атлантиды. Вот эти строения действительно напоминают порт, действительно напоминают пристань, которая была наделена всеми необходимыми современной пристани, современному порту, инфраструктурами. И об этом свидетельствуют те постройки, которые были обнаружены в ходе исследований на дне острова Бимени, когда спускались аквалангисты, когда ученые спускались, погружались вблизи острова Бимени. Версию о том, что дорога Бимени и есть главное доказательство существования легендарной Атлантиды, некоторые исследователи считают ошибочной. Они вообще не верят в то, что дорога Бимени могла быть построена человеком. Симметричные подводные сооружения, по их мнению, всего лишь причудо природы. Дорога сформировалась под действием подводного течения, а правильная форма блоков просто необъяснимая случайность. Очень часто в некоторых регионах, взять даже тот же наш Крым, какие-то скальные образования, они выглядят как следы древней кладки. То есть плиты разламываются на довольно регулярные с виду хорошо обработанные участки. То же самое происходит везде. То есть это следствие эрозии, это следствие определенных геологических процессов, и для геологов в этом нет ничего удивительного и странного. Но если подводные руины и в самом деле всего лишь причудо природы, тогда почему по всему периметру дороги Беминии под океаническим дном удалось обнаружить металл? Ведь ни на Багамах, ни на прилегающих островах залежей металлов нет и никогда не было. Подтвердить это может даже студент-геолог. По мнению исследователей, залежи металла могут означать только одно. Под каменными блоками существуют железные опоры. Именно они лежат в основе конструкции древней гавани. С помощью магнитометров и других технических приспособлений было установлено, что да, в воде есть железо, но и соответственно вода богата железом. Потому что на Багамах, как таковы, железо не добывают, его там нет. Тогда возникает другой вопрос, откуда древние жители Атлантиды брали железо, причем в таких огромных количествах? Ведь, по словам археологов, под дорогой Бемини находятся сотни тысяч тонн металла. Некоторые исследователи считают, что Бемини в древности не был островом, а был частью материка. И выглядел он приблизительно так. А значит, добыть металл для атлантов было нетрудно. Существовала еще масса других сплавов, которые встречаются в различных раскопках, проводимых современными археологами. Подчас они обнаруживают сплавы из металлов, которые сейчас в чистом виде невозможно получить на земле. Если остров Бемини, на котором могли жить атланты, был частью материка, то цивилизация майя, которая появилась в этих местах четыре тысячи лет назад, действительно могла унаследовать от древней расы уникальные знания и технологии. По древним чертежам майя могли научиться строить пирамиды и обрабатывать хрустальные черепа. Но тогда непонятно, если атланты действительно существовали, то почему ученые нашли только гавань? Где их древние города? Где площади, дома и дворцы? Долгое время ответов на эти вопросы не было. Но совсем недавно ученым удалось сделать сенсационное открытие. Недалеко от северо-западной части острова, всего в четырех километрах от дороги Бемини, на дне океана были найдены мраморные колонны. Они неправильной формы и тщательно отшлифованы. Находка шокировала ученых. Ведь мрамор, как и металл, не встречается в этих местах, а значит в древности там и в самом деле могла существовать древняя Атлантида. Атлантида, как высокоразвитая процивилизация, могла основывать свои колонии и в других частях света, в других частях мира. И эти колонии могли также носить тот же характер и политический, и экономический, какой носила сама процивилизация Атлантов. Они могли быть также устроены и могли подчиняться центру. Они могли подчиняться метрополии, которая управляла всеми этими колониями, которая естественно имела единый центр в самой Атлантиде. А это место называют платформой Андроса. Оно было обнаружено всего в нескольких сотнях метров от найденных мраморных колонн. Плоские плиты выложены на дне океана в форме правильного четырехугольника. С виду это похоже на огромную площадь. Правда, по мнению ученых, это вовсе не площадь, а недостроенный фундамент древнего храма. И мраморные колонны, скорее всего, предназначались для его строительства. Платформа Андроса, где обнаружены колонны, могла быть и частью храма, но с тем же успехом она могла быть частью и дворца, поскольку в античности храм и дворец по своей архитектурной конструкции они не особо отличались. Это только историки архитектуры могут назвать вам действительные отличия, которые существуют у дворцовой постройки и у храмовой постройки, но, как правило, и храм, и дворец строились с применением колонн. Колонны были необходимым архитектурным атрибутом, которые украшали как дворцовые, так и храмовые постройки. А вот еще одна удивительная находка археологов это Тюаанако, древний город, который находится в Южной Америке на территории современной Боливии. Построен он как раз в то время, когда, по мнению исследователей, на нашей планете могла проживать древняя цивилизация атлантов 13 тысяч лет назад. Тюаанако не похож ни на один другой древний город, найденный археологами в Америке, потому что он очень хорошо сохранился. Обратите внимание, здесь вообще нет руин. Это поселение также выполняло какие-то административные функции, политические, хозяйственные, культурные, которые должно было выполнять по идее, по замыслу той же метрополии. И, естественно, когда мы находим и в Тюаанако такие постройки, которые свидетельствуют о высочайших инженерных достижениях строителей этих величественных загадочных сооружений. Такую удивительную сохранность Тюаанако исследователи объясняют тем, что его древние создатели обладали уникальной технологией строительства. Посмотрите, это главный памятник Тюаанако. Он сделан из огромных каменных глыб. Они словно вырезаны из камня, а после тщательно отшлифованы. Каждый каменный блок имеет идеально ровную поверхность и все углы 90 градусов. Мало того, есть даже камни одинаковых размеров. Но как древние жители этого города могли сделать огромное количество одинаковых камней? Каким образом они отшлифовали больше трех тысяч каменных блоков? Неужели все это они сделали вручную? Но ведь только на это, не считая даже сроков строительства, ушло бы несколько сотен лет. Может, у древних атлантов были специальные шлифовальные станки или даже заводы для производства таких идеальных каменных блоков? У них были аппараты для обработки камня, потому что вручную такие глыбы обработать невозможно. При помощи камешков обтесать такие скалы, такие гранитные глыбы природного происхождения, это просто чушь, это бред, невозможно так сделать. И, естественно, у них были и пилы, и, возможно, это были алмазные пилы. Но самое удивительное даже не это. Идеально отшлифованные каменные блоки были скреплены между собой, только вдумайтесь, специальными металлическими креплениями. Это может означать только одно. Древние создатели этого города умели плавить металл. То есть у них была технология, которая позволяла им искусственно создавать температуру до тысячи градусов Цельсия. И это при том, что жили они ровно 13 тысяч лет назад. Технология получения таких сплавов неизвестна. Это прямое свидетельство того, что все-таки атланты владели какими-то технологиями, которые не были известны современному человечеству и могли получать эти уникальные сплавы, которые сейчас находятся при современных раскопках археологами в единственном числе. Археологам удалось обнаружить и металлические стяжки, которыми атланты скрепляли каменные блоки. Они примерили их к углублениям, которые были в камнях, и оказалось, что эти стяжки не просто подходят, они идеально повторяют их форму. Но ведь такое возможно только в одном случае, если в форму заливался жидкий, еще не застывший металл. Это значит, что у атлантов был мобильный завод для плавки металлов. Он позволял прямо здесь, на месте и другое. Древние строители могли засыпать в углубление металл в виде порошка, а затем расплавлять его лучом лазера или мощным паяльником. Но неужели древние атланты владели такими уникальными технологиями? Существует предположение, что использовались технологии, похожие на современные лазерные технологии. Какими были технологии у атлантов, мы не можем сказать. Был ли у них лазер, не было у них лазера. Лазер это техническое воплощение человеческой мысли. Но и это еще не все. В самом центре древнего города археологи обнаружили огромные каменные статуи. Вот они. Все статуи идеально отшлифованы. Так же, как и каменные блоки, из которых построен сам город. Мало того, на них выполнен сложнейший рисунок. Но самое удивительное не это. Высота статуй от 5 до 7 весит около 50 тонн. И сделаны они из цельного куска камня. Но как такое возможно? Ведь каменоломни, из которой древние строители брали камень для создания статуй, содержат очень хрупкие породы. Они крошатся даже при малейшей обработке. А значит, сделать из них 7-метровую статую просто невозможно. Найденная скульптура, которая состояла из достаточно хрупкого минерала того же черного базальта, который при ударах, если даже его обтесывать, крошится. Он обладает большой твердостью, но тем не менее он достаточно хрупкий минерал. В общем-то была отлита каким-то неизвестным образом вот эта скульптура, которая также сделана по какой-то непонятной технологии. Если эта древняя цивилизация действительно была такой развитой, значит, атланты умели не только плавить металл и камни, но и делать из них сложные детали и механизмы. Возможно, они даже строили автомобили и танки, отливали пушки и конструировали космические корабли. Куда пропало все то, что создали атланты? Но самый главный вопрос, куда подевались они сами? Как погибла эта древняя цивилизация? Некоторые исследователи считают, цивилизацию атлантов погубил огромный метеорит, который упал на нашу планету ровно 12 тысяч лет назад. Доказательством этого они считают характер разрушений древнего города Тюанака. Поразительно, но в этом городе повреждено только главное строение, стоящее в самом центре. Его обломки, огромные каменные блоки раскиданы вокруг. Все остальные постройки Тюанака остались практически неповрежденными. Как будто на город что-то обрушилось сверху и метко попало в самое сердце. Астрономами было просчитано все время прилета кометы Галлея к Земле и ее траектории. И высказана гипотеза, что как раз в 9541 году она приблизилась на очень близкое расстояние к Земле. И, соответственно, из-за этого произошло какой-то кусочек кометы упал на Землю и попал в Атлантиду. Эту версию гибели Атланта в долгое время считали бесспорной. Но ведь тогда в месте падения метеорита должны были остаться осколки, ну или хотя бы пыли от него. В поисках этого доказательства ученые исследовали чуть ли не каждый сантиметр почвы вокруг Тюанака. Но ни пыли, ни осколков метеорита они так и не нашли. Мы не имеем ни одного письменного источника, в котором бы указывалось на то, что конкретный город погиб от падения метеора, метеорита, соответственно астероиды либо кометы. То есть такого в истории не было. Неизвестно, по крайней мере. То, что погибла цивилизация, это вообще нонсенс. То есть ни одна цивилизация не погибла из внешнего влияния. Если это был не метеорит, то тогда что разрушило древний город Атлантов? Дальнейшие раскопки археологов показали, неподалеку от Тюанака находился еще один древний город Силустан. Он тоже был разрушен примерно в то же время, что и Тюанака. И что странно, характер разрушений полностью совпадает. В этом древнем городе стоят высокие каменные постройки в форме круглых башен. Обратите внимание, они тоже разрушены. Но не полностью, а частично. Где-то отколота верхушка, где-то словно отрезана половина башни. Неужели и на этот древний город упал метеорит? Но это ведь невозможно. Метеориты падают на Землю очень редко, и воронки от них остаются в самых разных местах нашей планеты. вероятность того, что практически в одно и то же место метеорит упадет дважды очень мала. Тианак и прочие города Сахсуамам, которые окружают, которые находятся друг рядом с другом в этой местности, они могли быть разрушены взрывной волной. А вот того упавшего тела, которое упало, возможно, это был не метеорит. Когда исследователи обнаружили еще один древний город в Боливии, версия гибели атлантов от метеорита отпала сама собой. Вот он, город Сахсуаман. Он тоже был разрушен ударом сверху, но самое поразительное, то, что упало на город, было очень высокой температурой. Ведь некоторые гранитные блоки, из которых сделана крепость, даже расплавились и остекленели. Найдены следы оплавленных камней, огромного количества, которые можно было расплавить и опалить только ядерным взрывом. Подобные же камни в большом количестве найдены и в Индии. Некоторые исследователи считают, такой характер разрушений древних городов говорит об одном. Все они были уничтожены в результате взрывов. Ведь следы остекленения, которые отчетливо видны в некоторых местах, означают, что каменные породы сначала были расплавлены, а затем застыли. Такое может произойти только в результате очень мощного взрыва, например, ядерного. Неужели 12 тысяч лет назад древние атланты знали, что такое ядерные реакторы и ядерное оружие? Возможно, там были такие профессионалы, ученые, которые могли разрабатывать технологии, опять-таки, о которых мы только можем предполагать. Какие-то обрывки знаний из древних рукописей, из вет к нам пришли индийских, описание различных виманов, это все тоже может свидетельствовать о высоком техническом развитии атлантов. Атланты действительно могли обладать ядерными технологиями. На территории Боливии исследователи нашли множество древних месторождений урана. На сегодняшний день их официальное число 11, но геологи уверены, таких месторождений намного больше. А значит у древних атлантов было главное материал для производства ядерного топлива. Возможно его не использовали для создания атомных электростанций. Но если в древней Атлантиде действительно были ядерные электростанции, то куда они подевались? Что с ними произошло? Некоторые эксперты уверены, эти атомные электростанции были разрушены из-за глобальной катастрофы. По сведениям историков, она произошла ровно 12 тысяч лет назад. На нашей планете произошло сильнейшее землетрясение. Эпицентр подземных толчков пришелся как раз на то место, где была Атлантида. И они были настолько мощными, что ядерные реакторы вышли из строя. Сначала взорвался самый большой, расположенный неподалеку от Тюанака. А затем, возможно, началась цепная реакция. Ядерные электростанции взрывались одна за другой. В доказательство этого ученые приводят множество воронок, которые были обнаружены в Боливии. Их размер в среднем 5 километров. Есть эти воронки. Объяснить никак по-другому, что эти воронки остались после военных действий нельзя. И военные эксперты к этому склоняются, что это воронки происхождения имеющие от военных действий. То есть это могли воронки образоваться от взрыва снаряда, ракеты, других военных видов оружия. Самая большая воронка находится вот здесь, на юге Боливии, на месте нынешнего озера Титикака. Именно здесь, по мнению ученых, стояла главная атомная электростанция Древней Атлантиды. Когда произошел взрыв, здесь образовалась воронка. Через несколько тысяч лет она заполнилась водой и превратилась в озеро. Но напоминания об атомной электростанции здесь все же остались. Исследователи обнаружили на дне остатки урана. Он сохранился, поскольку период его полураспада около 25 тысяч лет, а с момента катастрофы прошло всего 12. Возможно, атланты не только изучали землю, не только изучали то, что находилось вокруг них, а они могли перемещаться, они имели, возможно, и очень хорошо развитую космическую технику, то есть место рождения урана, других полезных ископаемых, которые находят древние каменоломни, штольни, металлами, которые предназначались для добывания этих металлов, для разработки этих металлов. Это свидетельство того, что все-таки существовала еще высокоразвитая космическая индустрия у атлантов. Но самое интересное исследователи обнаружили на дне озера Титикака. Там несколько лет работала группа аквалангистов, и им удалось найти невероятное. В 250 метрах от берега они увидели высокие каменные стены, которые стоят параллельно друг к другу. А возле них словно коридоры проложены мощеные дорожки, которые уходят в глубину озера. Сами возникнуть на дне озера эти сооружения не могли. А значит, их кто-то построил. Исследователи полагают, что сделали это атланты. Это и есть остатки древней атомной электростанции. Взрыв ядерных реакторов на древнем материке обернулся настоящей катастрофой. Облако сажа и дыма поднялось в воздух. Оно заслонило всю Атлантиду от солнца. Ни один луч не проходил сквозь это облако. На материке началось резкое похолодание. Наступила ядерная зима. Атланты стали замерзать. За первые несколько месяцев на материке не стало половины его жителей, а те, что остались, заразились радиоактивными веществами. Они мучительно умирали от лучевой болезни. В эпосе, например, индийском есть описание войн между богов и войн, очень похожих на ядерные бомбы. Есть описание последствий этих войн, когда люди умирали от непонятной невидимой чумы, у них попадали волосы, зубы, так сказать. Все описания такой болезни радиоактивной. Это радиация, которую мы хорошо знаем. Ученые предполагают, что некоторые атланты все же пытались спастись. В качестве доказательства они приводят множество древних тоннелей и пещер, найденных вандах на высоте 7 километров над землей. Эти тоннели явно искусственного происхождения. Они словно выдолблены в горах. Однако поиски археологов не принесли результатов. Единственное, что они обнаружили в них золотые изделия. Их возраст как раз соответствует дате глобальной ядерной катастрофы. Им 12 тысяч лет. Пережившие свой век уже атланты, которые укрывались в этих городах, а потом, когда все это погибло, они спасались в каких-то пещерах, были достаточно воинственны. По подсчетам ученых, цивилизация атлантов после глобальной катастрофы прожила недолго, всего 15 лет. А вместе с ней погибло и большинство живых организмов на планете. Это подтверждают научные факты. По сведениям биологов, именно 12 тысяч лет назад на Земле произошла катастрофа, в результате которой вымерли многие виды животных. Южная Америка тогда потеряла около 95% своей флоры и фауны. Большинство погибших видов так и не возродились на Земле. Земля изменила свою ось. По разным данным, ось сместилась либо в центр Гренландии примерно на 15 градусов либо вообще в район Гудзонова пролива Канады на 30 градусов. После этого изменения резко изменился климат. Если раньше 50-градусные морозы сковывали всю Канаду и половину Америки до 12 тысяч лет назад, а в Евразии были условия умеренного климата, такие как сейчас в Москве, я подсчитывал примерно, и даже Киева широтее. И в некоторых местах, если особенно полюс находился в районе Гудзонова пролива, условия были субтропиков даже. Исследователи древнего мира уверены, Атлантида погибла только потому, что ее жители достигли пика своего развития. У них было все, что только нужно для жизни. И огромные мегаполисы, развалины которых мы находим сегодня, и высокие научные технологии, позволяющие плавить не только металл, но и камни, и ядерное топливо. Получается, именно эти технологии и стали причиной гибели цивилизации. То есть Атланты погубили себя своими же руками. Атланты погибли из-за того, что их развитие достигло пика технического развития, что они были самой высокоразвитой нацией, и, возможно, это послужило причиной для раскола общества самих атлантов. Возможно, появились те представители атлантов, которые воспользовались этим высоким техническим развитием своей цивилизации для того, чтобы его повернуть во зло этой цивилизации, принести ей погибель, а самим нажиться на этом. Сегодня человечество тоже стоит на пороге великих открытий. Но сможем ли мы их пережить? Или так же, как древняя цивилизация атлантов, просто погубим себя? Ведь уже сегодня на планете столько ядерного оружия, что Землю можно взорвать как минимум тысячу раз. А количество ядерных электростанций таково, что если вдруг они взорвутся разом, то на нашей планете наступит ядерная зима. Люди просто погибнут. Если человечество будет овладевать новыми и новыми технологиями и, собственно говоря, достигнет тех технологических уровней через какое-то время, которыми обладали древние цивилизации на нашей планете, если человечество не распорядится должным образом с этими знаниями, которые находятся в его руках, то нас может ожидать та же участь, что и древние цивилизации. Техногенные катастрофы уже случались на нашей планете, но в последнее время они происходят все чаще. Вот хроника происшествий всего за последние несколько лет. 17 августа 2009 года авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция России. 75 человек погибли, еще 85 работников пострадали. 9 мая 2010 года авария на шахте Распадская С разницей в 2 часа произошли 2 взрыва метана. Погиб 91 человек. 12 марта 2011 года. Авария на атомной электростанции Фукусима-1. Район заражения радиоактивными частицами 40 километров вокруг. Сможем ли мы выдержать пик развития нашей цивилизации? Не повторим ли мы судьбу наших древних предшественников? Редактор субтитров